приветствую каждого игрока от овощи до статист на моем канале с вами зав и сегодня мы поговорим про матильду 4 что это за танчик это танчик 5 уровня который продается нынче как я думал в лесто game center и wargaming game center но нет оказалось он продается вообще на всех площадках странно обычно его продавали именно на этих площадках ну что же делать в этот раз его положили вот как бы повсюду стоит он две тысячи золота принципе 2000 золота для брелка это не очень много дают 7 дней прямо из таких бонусов до камуфляж камуфляж ну как бы обычный камуфляж 10x пяток могли бы сделать и для всех танков учитывая что это пятерка но на пятерке фармить свободный опыт но это вообще кощунство какой-то на мой взгляд и сертификат еще парочку положили но по сути они дают ну небольшую скидку для пятых уровней потому что 5 уровня не в принципе стоит дешево ты прокачиваются они за минимальное количество опыта там можно даже за свободку в принципе до пятерки спокойно докачаться и уходить на шестерку ладно дело разработчиков короче они сделали такое предложение а мы его просто рассматриваем давайте посмотрим когда он еще продавался так вот у нас есть предложение от 10 сентября 2022 года что мы здесь имеем ну то же самое могу вам сейчас сказать что в мае тоже было предложение я его показывать не буду там тоже самое я по нему даже ролик записывал с такой присказкой нет нет это смысле нужно ли покупать или не нужно ну так вот и на этот раз я тоже примерно самое скажу наверное не нужно хотя бог его знает сейчас посмотрим заедем в рандом и глянем может быть что-то изменилось для этого танка может быть он стал намного эффективнее вдруг там я не знаю в рандоме какие-то произошли колоссальные изменения и сейчас все там тупят и матильда теперь стало ого-го но я в этом сомневаюсь очень сомневаюсь и так мы наконец-то попали в бой и знаете так долго бои ищутся я вырезаю конечно это время просто я искал полторы минуты сейчас бой полторы минуты то есть насколько мало игроков катает на пятом уровне просто нереально мало а на третьем и четвертом там наверное еще хуже вот ребята реально просто проходит их прокачивают и уходят потому что на этих уровнях неинтересно играть на этих уровнях невозможно играть разработчики настолько сильно занерфили песок что он стал никому не нужен ладно давайте про танк у нас имеется повышенный дпм в отличие от других пятерок ну как относительно повышенный там есть матильда бп у которой еще круче будет но у нас 1561 урона да в отличие от большинства танков я потом в табличке все покажу стандартное бронепробитие в 110 единиц то есть тут мы ничем не выделяемся и как вы видите полное отсутствие скорости то есть наша максималка это 25 километров в час да мы еле едем учитывая что скорости нет то танк сложно назвать актуальным современным ого еще и лоссы 50 процентов вот это да вот это да да наверное это у меня интернет тут вдруг резко просел потерялся не знает что ему делать альфа 160 единиц то есть альфой мы похвастаться тоже не можем какой-то гигантской то что ж такое что за лосс это просто капец какой-то просто капец какой-то ладно еще когда у меня там нагрузка большая на интернет но сегодня они просто так появились вот это бред вот я сейчас просто тупо не могу сдвинуться то есть танки вражеские ездят а у меня танк не двигается и союзные танки кстати тоже ездят прикольный обзор будет вообще клёвый разработчики что с игрой происходит скажите мне пожалуйста на милость что вы там намудрили с игрой как можно вот так вот играть вот хочется про матильду рассказать да и ты сталкиваешься вот с этим интересно у меня там запись то идет до запись идет все замечательно да ну давайте тогда с этим бороться что я могу сделать наверно надо выйти из игры на alt f4 я надеюсь это мне поможет давайте проверим если у меня интернет давайте танк с блиц с блиц без границ запускайся естественно это разработчики скажут о у тебя интернет пропал да конечно интернет пропал где тут мой интернет вот мой интернет все есть все подключено и мы естественно мертвые показываемся замечательно да да по-любому это мой интернет сплоховал по-любому нет тут нет вины разработчиков это все только мой интернет спасибо разработчики за вашу замечательную игру я даже этот бой вырезать не буду оставлю как есть просто под покажу ребятам как у нас игр происходит ну а мы катнем ладно на одну карточку больше потому что про матильду я по сути ничего не рассказала ничего не показал не знаю даже как меня убили блин опять ждать а нет вот в этот раз точнее быстрее получилось загрузиться у меня разработчики как вы меня ответе ну чё сейчас у меня тоже опять там пинг сумасшедший до интернет отвалится куда-нибудь уйдет погулять причем знаете обидно вот ты вроде играешь играешь каждый день у тебя другие игры они не тормозят вообще не тормозят прям ну вот нисколечко и даже с интернетом там и без интернета которая компьютер прям мощный интернет я кстати тоже поменяю сначала декабря будет гигабитный кабель все будет прям замечательно с интернетом и не дай бог не дай бог лоссы и пинг продолжатся я тогда буду материться реально буду материться потому что разработчикам нужно что-то с этим делать они не хотят они ленивые жопа ладно давайте про матильду значит ну едем мы медленно поэтому в принципе пока я тут ехал как все рассказал что я думаю бою его семерками сражаться это ой шестерками пардон шестерками сражаться это короче такое себе это очень такое себе у нас конечно есть повышенный дпм брони то нет помимо того что брони нет альфа еще низенькая достаточно ну слушайте кошмар мне помог если бы не кошмар конечно было бы совсем все плохо вот есть увнчики еще кстати вот в довесок бонусом да есть 14 градусов увн 14 градусов это офигенно конечно тут спору нет и в принципе даже иногда что-то это балалайка танкует танкует немного но что-то танкует особенно вот можно от борта там что-то постоять смотрите кошмар просто догоняет кошмарит противников ну ты вообще кошмар прям всех закошмарил шестерку умотал тут пятерку умотал но тут проблема скорости сказывается конечно то есть видите я просто банально не догоняю я бы не сказал что кошмар там супер быстрый танк но мы еще медленнее ну наша команда тут прямо нарезвилась всех убила они там в углу стоят загашнички я боюсь я туда не доеду вот принципе бои на матильде вот так вот они проходят то есть в этот раз мне повезло я встретил несколько противников с которыми мы более-менее быстро разобрались а наша команда играла офигенно 669 урона так что тут у нас 31 тысяча кредитов фарма конечно же у нас нет ну и мы даже не на последнем месте но учитывая то что мы играли против шестерок может быть это не так страшно кстати разработчики не понял где мои ранги на пятом уровне может я хочу возвести в какой-то неимоверный ранг матильду разработчики давайте быстренько ввели мне ранги на пятый уровень и на 4 не знаю зачем но пусть будут значит по дпм у матильда не чешная да вот то есть дпм можете сравнить с другими танками в принципе плюс минус неплохой 110 миллиметров бронепробитие это опять-таки стандартное бронепробитие для танков пятого уровня вот у шармана единственно чуть поменьше бронепробитие зато дпм такой же как у нас альфа 160 ну как бы я тут специально танки подбирал окей по сведению нас в сведении в принципе быстренькая а вот разброс просто огроменный гигантский разброс разброс нужно как-нибудь разброс нужно как-нибудь срезать иначе вы ни в кого не попадете 14 градусов у внов это очень круто то есть действительно можно как-то от углов отстреливаться ну вот если бы броня была если бы мы могли доезжать до каких-то позиций 25 километров час вперед как я и сказал 10 километров назад это тоже в жизнь какая-то просто не едет не едет вообще никак я бы лучше на пазики допустим или на т25 катался у которых 60 и 20 вот это я понимаю показатели 10 кстати лошадей на тонну очень медленно супер медленно она очень нет но между делом скорость поворота корпуса у него достаточно неплохая то есть ну шасси ладно не корпуса шасси окей 169 процентов доходность это одна из лучших доходности на пятом уровне ну нет есть действительно хорошие танки с доходностями прям просто неимоверными это у нас чину кай и это у нас конор гневный вот у них там просто неимоверная доходность по броня кстати можете обратить внимание здесь уже цифры неплохие но на самом деле это ничего выдающегося можете поверить мне 54 и 31 у нас процент побед это не так уж плохо для пятого уровня но и не супер хорошо давайте про не посмотрим значит броня как я и сказал там с 80 копейками миллиметров кое-где проскакивают соточки видите да вот я вожу по танку там 200 иногда проскакивают 100 вот благодаря этому танк танку то есть действительно куда-нибудь попал не туда не совсем туда куда целился разброс у танков пятого уровня просто неимоверно ну вот можете просто глянуть еще раз очень большой разброс и получается что вот они стреляют в одно место попадая в другое и ты соответственно рикошет только так танкует матильда потому что если выцеливать ну допустим вот эту плашку то вы ее практически стопроцентно пробиваете много изгибов вот этих много переливов поэтому куда нибудь может залететь так что вы не пробьете но тут уже зависит наверное от рандома они от вас борт у нас в принципе более или менее нормальный учитывая что у нас тут два экрана там вот если в экраны попадает кто-то или если попадает допустим вот в эту плашку 72 миллиметра то вы танкуете скорее всего вот этот пудель или кто там был он попал куда-то сюда и соответственно я танкану только так ну и попа у нас 57 миллиметров но в принципе для пятого уровня это совсем не картон это даже броня тут даже что-то может быть чисто теоретически рикошетнет но сомневаюсь и вот получается что полубронированная такая медленная тачанка с неплохим дпм но есть в нем что-то такое я на нем когда-то очень любил поиграть мне действительно было интересно но сейчас конечно этот интерес угас угас вместе с пятым уровнем на котором никто не играет воу-воу-воу мы попали в топ списка неужели неужели вот в топе списка чисто теоретически матильда это машина нагиба сейчас поедем нагибать поеду на тт-направление не поеду на ст на ст ехать очень-очень долго я боюсь что я туда не доеду одно тт но в принципе более-менее норм плюс мы с тт-шками можем перестреливаться я не думаю что это будет запредельно сложно кто там у нас тоже матильда по ходу потому что четверка по моему четверка идет как-то ты но не уверен у пазик сюда вернулся на фига себе до матильда он видите четверка идет как-то то есть мы тут и ст-шка а это тяж слишком долго снарядик что-то летит счет он меня вообще прям прессуют матильда ты чё нифига себе хотел как лучше а получилось как всегда взяли на пробивали просто в лобешник ничего ладно давайте сейчас хитрец а вот этого прищучим на тебе какая броня не пробита вы чё вы чё черти смотрите на меня смотрят все почему-то решили по мне пострелять сегодня то есть там он сверху гризли ничего пазик снизу там тоже ничего нужно именно меня расстрелять давайте наверх заедем там две матильды попытаемся немножко их подровнять да конечно заехал я наверх сейчас буду пока заезжать 10 лет уже наверно всех наших порешат на тебе матильда так это матильда значит нас четвертого уровня это типа тяж ну да ну да но наши еще вроде как чуть-чуть держится от матильды избавился если повезет сейчас с альфой то избавлюсь еще от одной матильды что-то голос пропал что же такое то да шо ж вы все танкуете то как так происходит голос пропал все танкуют ну ты хитрец будем еще и заряжающего мне контузил танкуем говоришь всякие формы корпуса помогают танковать ну к сожалению вот видите ничего не получилось да да и птшник у нас там сдулся если бы чуть-чуть вот больше времени мне дали если бы допустим я убил бы того стрешника но вот этого пазика то может быть мы бы и победили даже разорвать пятерок на матиль день не удалось к сожалению к сожалению 21000 кредитов и чего тут у нас ну мы более-менее сносно играли но вот видите все равно недостаточно хорошо видимо я не выложился до конца пазик вот нему очень сильно везло а у него 61 процент 12 тысяч боев нифига себе чем там на пазике дел зачем он поехал против пятерок сражаться делать ему что ли не я понял этого взводе смотрите они взводом с этой сс-35 я просто поехали там типа фраги набирать господи катаются на пятом уровне пытаются фраги набирать не на пятом уровне действительно очень много не очень умелых ребят но блин ну оставьте вы в покое молодежно дайте вы им развиться хотя бы до шестого на уже там нагибайте ладно в общем матильда это чисто брелок вот то есть чуть-чуть покататься что-то там поездить пострелять это поездить это очень грубо говоря потому что он не едет и конечно же и не рекомендуют покупки за 2000 золота эту машинку зачем вам тратить ваши 2000 золота когда вы можете потратить их на что-нибудь более или менее адекватно у меня что-то потихонечку тут голос начинает пропадать я не знаю почему это я видимо с новосибирска когда вернулся стал немножко кряхтеть а оси заболею надеюсь что нет пока не заболею буду вести стримы и ролики писать заболею но там уже посмотрим да кстати ребята сегодня стрим обязательно приходите что-нибудь поделаем я не знаю правда еще чего сейчас подумаю мне нужно будет сейчас уехать там по делам потом вернусь не проведем стрим где-то около пяти часов может быть даже раньше подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите что вы думаете по матильде 4 как вам эта тачанка будете вы ее брать или не будете очень сомневаюсь что кто-то будет после моего ролика но мало ли кому-то все-таки интересно покататься на пятом уровне ну и всем спасибо за просмотр всем пока